Сергей Козлов, сборник сказок «Правда, мы будем всегда» и очень хорошая, добрая и такая немножко весенняя сказка «Лесная оттепель». Ах, какая-то была мягкая и теплая оттепель. Кружились снежинки, в лесу пахло весной. Ёжик сидел на крылечке своего домика, нюхал воздух и улыбался. Не может быть, думал он, что еще вчера в лесу трещали деревья, и сердитый Дед Мороз скрипел под окнами своими большими валенками, а сегодня его совсем нет, где же он? И ёжик стал прикидывать, куда же мог спрятаться Дед Мороз. Если он влез на сосну, рассуждал ёжик, то где-то под сосной стоят его большие валенки, ведь даже медвежонок не может влезть в валенках на сосну. Ну а если он залез под лед, продолжал размышлять ёжик, то где-то на реке обязательно должна быть дырка, и из нее должен идти пар, потому что Дед Мороз сидит в валенках на дне и дышит. А если он совсем ушел из леса, я обязательно увижу его следы. Ёжик надел лыжи и побежал между деревьями, но ни под одним деревом не было валенок, на реке он не увидел ни одной дырки и нигде не нашел никаких следов. Дед Мороз, крикнул ёжик, отзовись! Но было тихо, только снежинки кружились вокруг, и где-то далеко-далеко стучал дятел. Ёжик остановился, прикрыл глаза и представил себе красивого дятла с красными перышками и длинным носом. Дятел сидел на верхушке сосны, время от времени откидывал голову назад, прищуривался и, будто рассердившись, стукал носом. Тук! Брызгала сосновая кора и мягко шурша осыпалась в снег. Наверное, дятел знает, где Дед Мороз, подумал ёжик. Он сидит высоко и ему всё видно. И он побежал к дятлу. Дятел! Ещё издали кричал ёжик. Ты не видел Деда Мороза? Тук-тук! сказал дятел. Он ушёл. А где его следы? Дятел свесил к ёжику нос и, прищурившись, посмотрел на него и сказал. А он ушёл без следов. Как же! удивился ёжик. А очень просто, ответил дятел. Приплыло облако и опустилось низко-низко. Дед Мороз забросил сначала на него валенки, потом влез сам и уплыл. Куда? спросил ёжик. На Кудыкину гору. Тук-тук! сказал дятел. И ёжик успокоенный пошёл домой и по дороге представил себе заснеженную Кудыкину гору, по которой ходит, наверное, сейчас Дед Мороз, и скрипит своими большими и очень тяжёлыми валенками.